За кредитово народ везет и дом Мы все Что молчите? Алло? Не молчу, говорю алло вам в ответ на ваше алло Да, здравствуйте, Евгений Александрович О, слушай, по маним, я звоним Я с вами разговариваю, да Что такое голос вкратчивый? Это вы отлично Отлично, спасибо Меня зовут Дмитрий Анатольевич Алешин Ведущий эксперт компании СКМ Информировая записи переговоров Евгений Александрович, звонил по поводу ваших отношений Перед маним Да, Алеша, слушай На основании чего не выполняете обязательства свои? О, а ты что, появился, не сотрешь Ничего смешного, попрошу не смеяться Мы с вами разговариваем Ты что-то такой ранимый, ты смешной Вот я и смеюсь, что звени, терпи Алеша Ну ты Алеша Давайте, так говорят Алеша Алеша Не будем разговаривать Смешное не будем, тогда выключайся Тогда исключи смешное Если вы не расслышали, для вас Дмитрий Анатольевич А, а Алеша, это что такое? А что такое Алеша? Не Алеша, а Алешин А, Алешин Сорян, чувак, сорян Сорян Сорян, да Ну я понял, казалось, меня Алеша зовут Давайте возвращаться По какой причине не исполняйте обязательства? А тебе какая печаль, дурочок Какая печаль? Ага Чего ты переспрашиваешь все? Ты что, блин? Вы не исполняете твое обязательство Перед кем? Я являетесь должником Перед кем? Перед тобой, что ли? У тебя, что ли, что-то взял? Перед Манимэн А вы здесь со своим конторой Причем здесь? Мы являемся представителем Манимэна А доказательства какие-нибудь есть твоих слов? Кроме вот слов твоих Конечно, по месту регистрации живете У тебя какая разница? Какая тебе, собственно, разница? Где ты информацию украл? Ну что, какая разница? Ты где украл информацию? Украл, где ты эту информацию? Так кто же, кто собирается вас воровать? Ну откуда у тебя эта информация? Я спрашиваю, откуда у тебя эта информация? Вы эту информацию указывали в микрофинансовой компании А где ты украл ее? Вспомнили Почему ты ее украл? Беспардонно, бессовестно Ну что, доказательство твоих слов, что ты представитель компании Ты что-то, блядь, разговариваешь, как будто сейчас умрешь, блядь, а? Говори бодрее, веселее Я же сказал, у вас придется письмо Ну все, пока закатайся Пока что закатайся Пока не пришло письмо Да, ну нет Не будешь, да, ну окей А что, ну письмо придется, что деньги найдете или что? Тогда рот открывай пошире, сейчас, блядь, будешь заглатывать Деньги найдете сразу или что? Поговорю, разговаривать с тобой или нет, как только придет письмо Вот посмотрю, почитаю и приму решение Разговаривать мне с таким, как ты или нет Вот что будет, когда придет письмо Вот именно, блядь, ты что, сука, выбирать собрался, что ли? Здесь от вас спрашивается лишь только выплата ваших обязательств А ты в натуре, блядь, что-то в себя поверил, что ли, или что? А ты на вопрос тому не ответил? Да нахуй ты, блядь, надеешься на то, что на твой вопрос кто-то будет отвечать? Ты-то разговаривать должен с разрешения Мама, папа, родители Да, вот, блядь, пиздец Я всегда поражаюсь, когда вот вы такую хуйню пытаетесь, блядь, вдвинуть, налить вот людям в ухо такую тему, что типа мама, папа Ты что, меня задеть, что ли, хочешь, что ли, или что? Причем здесь мама, папа? Я уже давно без мамы и папы, блядь, в жизни принимаю свои решения Если ты, блядь, эту парадигму свою жизненную пытаешься на кому-то перепроецировать Я еще раз повторяю Если ты пытаешься наложить свое жизненное лекало на что-то другое Я бы как бы, ну, не спрашивал Да нахуй ты перебиваешь эти важные вещи, говорю, мама, папа, блядь Твоя мама знает, где ты, что ты, блядь Вот здесь адекватно разговаривать Адекватно, с каким, как ты, разговаривать вообще это возможно Алло Да, слушаю Алло Компания Манимэн, меня зовут Шигартинова, Айгуль Марсовна, Наталья Сергеевна Наташ, тебя к телефону, сейчас минутку подойдет Алло Алло, здравствуйте, компания Манимэн, меня зовут Шигартинова, Айгуль Марсовна, Наталья Сергеевна Слушай вас Дату рождения назовите для полной идентификации Не допоняла, зачем мне это делать? Для прохождения идентификации, повторяюсь Вопрос, не получил ответ никакой, мне зачем это, какая еще идентификация, для чего мне это? Компания Манимэн вас беспокоит, Наталья Сергеевна Я правильно понимаю, Наталья Сергеевна? Совершенно верно, так это компания Манимэн меня беспокоит, а не я ее, мне от компании Манимэн, собственно, ничего не нужно Я вас плохо слышу и не совсем понимаю Вы можете назвать дату рождения для полной идентификации? Чисто физически я могу это сделать, только не могу понять, зачем мне это делать Ну как чисто физически вы не можете назвать свою дату рождения? Я могу, я не могу понять, зачем мне это делать? Для чего? Я введу вас в курс дела, у нас есть важное сообщение для вас Я у вас какую-то информацию запрашивала? Вы что? Мне не нужна никакая информация от вас Хотите, докладывайте так, не хотите, до свидания Наталья Сергеевна, настраивайтесь на диалог, с вами свяжется Нормальная ты? И ведите корректно диалог Ты нормальная вообще? Меня зовут Бондрева, Виктор Александровна, я специалист в компании «ОКонтакт» Идет запись разговоров Александр Александрович, есть возможность с телефона пригласить? Шура! Подойди! Сейчас идет Алло Алло Да-да-да, слушаю Алло Вы, Александр Александрович Да, я слушаю вас Вам поступает звонок по поводу задолженности в компании «ОМКК Финансовый Супермаркет» Брендовое название компании «Отличные наличные» Сумма долга на сегодня у вас составляет А вы, простите, кто? 960 рублей Можно я договорю, потом вы у меня спросите Ну, у меня хотелось бы узнать, кто договаривает Кто вы? Вам трудно сказать? Так, не я трубку брал Не я трубку брал, сестра моя Вы чего? Меня зовут Бондарева Виктория Александровна Специалист в компании «ОКонтакт» Идет запись разговоров Так Итак, мы звоним по поводу задолженности В отличных наличных у вас долг имеется 18 960 рублей 84 дня просрочки Требование аккредитора провести оплату в полном времени А вы чего звоните-то? Сегодня, в секабре К чем причина неоплата Александрова? Вы здесь чего любопытствуете? Какая вам разница? Что? Вы зачем любопытствуете? Вам какая разница? Не фигня все отличные наличные И вы какой-то контакт Я что, помощников каких-то привлекал? Зачем вам эта информация? Зачем? Я не могу понять, каким боком здесь оказались Ну, все, я могу ответить теперь на вопрос? Ну, да, а что, непонятно было в контексте Что я вопрос задал, жду ответа Ну, вы оформляли займ В отличных наличных Вам какая разница? Вы довели дело до просрочки В отличные наличные У них обязанность входит В кредитование населения А не взыскание просроченных долгов Обязанность прямо-то, да? А я думал, они просто Из этой деятельности Я вас слушала, не перебивала Вы даете мне вопрос Дайте я на него вам отвечу Да, будем вести диалог Я вообще не пойму Есть ли смысл мне с вами разговаривать Вы кто такая еще и психованная Что, блядь? Таблетки пейте Нам опасить не помогает, блядь Что-нибудь успокоительное Вы сейчас пытаетесь Самаргитоваться за мой счет? Чего? Ничего не попутала? Это ты сюда позвонила? Вы не знаете Вы таких слов даже не знаете? Херата на эту работу Пришла, блядь С людьми разговаривать И ты себя в руках держать не можешь У меня хотя бы работа есть Александр Александрович Я долгов не имею В отличие от вас Понимаете? У меня есть работа Ты что, блядь? А вы даже ситуацию Это решить не можете А тебе какая разница? Это любопытно Ты что, сожралась с утра сегодня? Как моя работа касается Вообще не могу понять Какая вам разница, где я работаю? А какая тебе разница вообще Кем у меня, блядь Взаимоотношения, блядь А почему ты интересуешься, блядь? Ау Ненормально Ты-то зачем сюда лезешь? Вы разговаривать не умеете А нахрена мне с тобой разговаривать Вообще на эту тему? Ответьте мне на один вопрос А нахуя Кто ты такая? Как тебе достоинство мужчины Как вы сейчас тебе говорите? Нахрена мне отвечать на твои вопросы? Ты, блядь, не объясни Кто ты такая? Как ты тут делаешь? Это достоинство поведения мужчины Как вы сейчас себя ведете? Александра Александрович Ты откуда нарисовалась, блядь, не сотрешь? Ты что, блядь? Тебе что в жизни не хватает? И пытаться мне, блядь, что-то по жизни объяснить Зачем ты это делаешь? Вообще ненормально Ты объяснить можешь? Каким боком ты здесь оказалась? Зачем? Сегодня, 7 декабря В полном объеме Кредитор ждет этого садовплата Да откуда ж ты знаешь, что он ждет этого? Вот она придумает себе Да я с тобой забыл это все, блядь, обсудить, да? Слушай, ты, блядь, поищи какую-то работу, а? Не надо, блядь, всем говорить, что у тебя есть работа Это не работа Это хуйня какая-то, блядь, нездоровая, блядь Для человека это все не подходит Алло Здравствуйте, меня зовут Регина Шамидовна Я являюсь инспектором департамента взыскания и просвещенной задолженности Аольфа Банка Могу услышать? Я вас слушаю И вы меня можете слушать, пожалуйста Это вы? Да, конечно, это я А кем вы приходите к Ивановичу? В смысле? Говорю, это я Вы что, плохо меня слышите? Да, да Вы меня плохо слышите? Да, плохо очень слышно Ну что-то там пошевелите у себя штекеры Да, так вы скажете, я Иван Вечерин? Ой, ёпта, мой, четвертый раз говорю Да, я вас слушаю Это я Очень хорошо, Илья Иванович Наконец-то По поводу образовавшего у вас до должности в Альфа Банке Сроком неоплаты в 34 дня По вашему кредитным продуктам Вы на сегодняшний день решили вопрос Оплаты вашей кредиторской до должности? А у меня что-то нет никаких вопросов Что еще раз у вас очень плохо слышите? Да ёпта, почини там, что ты там глухая Или что у тебя там с аппаратурой? У меня нет вопросов, говорю, никаких Так вы вопрос о должности не урегулировали с 3 ноября? В том числе у меня и нет вопросов за должность У меня нет вообще никаких вопросов То у вас они, скорее всего, есть ко мне А я почему их должен урегулировать, если они у вас сформировались? Так сформировались они на основании чего? Понятия не имею Откуда я знаю, что вы там курите? Вопросы свои формируете в процессе, блядь Так какие у вас законные основания для задержания плацинга? Я вам скажу, вы все равно не поверите, мадам Но вы скажите Хорошо Закон о защите прав потребителей, статья номер 29 А вы не поверите, потому что понятия не имеете, о чем речь Просто, знаете, пропадает все Ну тогда почините свою связь как следует Нечего из дома работать Надо найти нормальную работу Не из дома, блядь Халяву цеплять, пытаться, блядь А в итоге, блядь, геморрой Как на сегодняшнюю дату Вы урегулировали вопрос У меня есть законные основания У меня есть законные основания Я вам про них только что сообщил Вы огласите, какие у вас именно законные основания Для того, чтобы Я вам сказал Закон о защите прав потребителей, статья 29 Но вас не освобождает от ваших обязательств Освобождает, почитайте Почитайте вот этот нормативный ресурс И поймете На каком основании вас освобождает данный закон От оплаты ваших кредитов Вот в части статьи 29 Я в праве приостановить оплату услуг Приостановить оплату Но для этого вы должны предоставить данные На каком основании Я же говорю Я четко конкретно в своем письме в Альфа-банк Изложил свою позицию Подкрепил это все Тем самым Законом о защите прав потребителей Статьей 29 Если вы не знаете, о чем речь Возьмите паузу Почитайте И потом уже мы с вами поговорим конструктивно А сейчас вы понятия не имеете О чем речь идет И пытаетесь умничать И все мимо Мимо, мимо Это мимо вопрос Во-первых, для того, чтобы умничать Нужно мозги Более или менее тренированные Иметь это раз А во-вторых, практика нужна А практики у вас как таковой на этой работе нет Читать по бумажке Это не есть практика становиться умнее Наоборот, деградация Так вот, еще раз повторяю Закон о защите прав потребителей Статья 29 Потребитель вправе Приостановить оплату услуг На определенных основаниях Основание я изложил в своем письме В банк отправил Получил, кстати говоря Уведомление о вручении Банк уже получил Не беспокойтесь У меня есть уведомление Вы в связи с тем, что сидите И работаете из дома Думая, что вы сотрудник банка На самом деле Ничего подобного не происходит Естественно, не получаете информацию С той структуры С того отделения Которое занимается обработкой писем Так что Вы не удел, мадам Ваша работа бесполезна Во всяком случае В отношении меня Илья Иванович Я вас, конечно, прекрасно понимаю Вы нам ранее Глубоко все равно Ваше понимание Либо отсутствие его Вот все равно То, что Вообще, я так понимаю Произошло снижение дохода По выплатам заработок Неправильно понимаете Всю информацию Я изложил в своем письме Слышали меня в самом начале Я вам сообщил об этом Информация максимальная Самодостаточная Вообще Безапелляционная Никакого снижения дохода Ничего Наоборот Только увеличился доход В связи с недавними событиями Произошедшими У меня В жизни А что там вам написали Ваши такие же сотрудники Бесполезные Как и вы Это уже, знаете Избавьте меня От этой рутины Сами с ней Разгребайтесь Почему же вы Все-таки На данный момент Не исполняете Обязательства Которые Я еще раз Позоверю Забывайте Что с вами происходит В течение двух минут Я же вам четко Ответил В банк Информация Отправлена Официальная Подписана мной Я вас поняла Как давно была Направлена Данная информация Уже даже Получил банк У меня в руках Уведомления О вручении Банк Сотрудник банка Пришел В отделение И получил Это письмо Банк ответил Вам на данное Письмо Нет Еще не ответил Закон Отводит На официальный Ответ 30 дней Если в течение 30 дней Мой Запрос Будет Проигнорирован То Мое право Воспользоваться Той самой Статьей Того самого Закона Еще больше Укрепляется То есть Банк Естественно Не смог Удовлетворить Мои требования Как Клиента А я имею Право На основании Закона О защите Прав потребителей Требовать Много Чего Имею Право Требовать И банк Обязан Удовлетворить Мои требования В двух словах Он обязан Предоставить Все документы Связанные С оказываемой Услугой В мой адрес Если банк Этого не делает То он нарушает Мои права Мне дает Закон Право И конституция Дает мне Право Знакомиться Со всеми Материалами дела Которые Непосредственно Касаются Оказания Услуг Которые мне Оказывает Банк А вдруг Банк нарушает Закон Еще что Хуже Преступления Совершает И я не хочу Быть пособником А вот Пока я Не получу Доказательства Того Что банк Действует Согласно Закона И я могу Приостановить Оплату Услуг У меня Закон Позволяет Это сделать Если банк Считает Что я в чем-то Ошибаюсь То ему Нужно Ответить Мне Официально Если банк Не отвечает Значит Ему Нечего Ответить Это значит Лишь Только Одно Что я Оказался Прав В своих Подозрениях Тем более В этом Случай Конечно Я это Классифицирую Как шаг В сторону Банка Если банку Что-то Не нравится Мы Встретимся В суде Ну естественно Банк Справит Фиксировать Отказ От исполнения Обязательства Странный заемщик Если через заемщик Зарушать Напомню Я не Отказываюсь Оплачивать Я не Отказываюсь Оплачивать Банк Если что-то Может мне В ответ Сообщить Он конечно Же Имеет Возможность Это сделать В официальном Письме Я Приостановил Оплату Услуг Чувствуете Разницу Приостановил Оплату Услуг Закон Мне Оставляет Это Право Но Изменят Условия Кредитного Договора Леонидович Никто Не собирается Их Изменять Более того На основании 452 Статьи Гражданского Кодекса Нашей С вами Российской Федерации Договор Составленный Вопреки Действующему Законодательству Может быть В суде Кстати говоря Почетно В суде Признан Ничтожным Незаключенным Ну или Расторгнут Как вариант Понимаете Да И уж Такой Договор Вообще Стыдно Исполнять Так вот Все что нужно Банку Доказать Что все Он делает На основании Закона Ответить Мне В письме В ответном Я возобновлю Платежи Тупик Ну а до этого Илья Иванович Вам же не мешало Производить Оплату Ну я просто Человеку Свойственно Прогрессировать Слышите Для вас это новость Да может быть Но для Я вам сообщу Современному человеку Свойственно Прогрессировать С каждым Следующим днем Человек становится Умнее Потому что Получает Каждый новый день Какую-то информацию Обрабатывает Ее анализирует Делает выводы То же самое Произошло и со мной В один прекрасный день Я начал Получать Противоречивую информацию И решил над ней Скажем так Сосредоточиться Сосредоточившись Изучив ее Понял что По-моему Кто-то тут Меня пытается Обмануть Я могу ошибаться Естественно Могу ошибаться И поэтому Я как гражданин Решил сообщить О своих подозрениях В банк Я понимаю Что банк Серьезной организации В ней Естественно Работают Очень грамотные Самые лучшие Юристы Самые дорогие Юристы И естественно Они найдутся Что мне ответить Ну я же Простой быватель Я могу заблуждаться Ответят Все Я с удовольствием Возобновлю Оплату Услуг Банка Под названием Альфа-банк Пока что Еще мне не ответили Но вы же понимаете Все эти моменты Они негативно Отражаются На кредитном рынке Нет Не имеет права Банк Применять санкции На законные действия Гражданина Это действия Предусмотренные Конституцией Законом Если банк На этот момент Который я просрочил Наложит Какие-то штрафные санкции Это точно Будет не соответствовать Моим ожиданиям Штрафы вообще Оплачиваются Только лишь По решению суда Нет Конечно Можно по умолчанию Если человек Признает эти штрафы Но я точно Не признаю штрафы И тогда уж точно Мы будем Только через суд Вопрос решать Не надо меня уговаривать Я ни копейки Не заплачу Пока у меня Не будет четкого Доказательства того Что банк действует На основании Действующего законодательства А то что вы говорите Меня все больше Укрепляет В моих догадках Что банк действительно Лишь бы что-нибудь Содрать с меня Так вот При условии Что банк нарушает закон Он не получит Ни копейки Если банк считает Что он не нарушает Законодействует Согласно нормам Принятого в нашей стране Закона В том числе Закона о банках И банковской деятельности Закона о защите Прав потребителей Закона номер 152 У персональных данных Пускай банк мне Составит четкий Аргументированный ответ Вот и все Ничего себе Человек воспользовался Своим гражданским правом И ему за это Какие-то санкции ждут Вы чего? Вы чего это? Зачем? Вы меня, наверное, не так расслышали Илья Иванович Вы же там ввели диалог По поводу Вашего кредитного рейтинга Информация же отображается В рамках федерального закона Хорошо Но если банк Он обязан Каждые три дня На основании Закона Как раз таки О кредитных историях Каждые три дня На автомате Сообщать информацию Бюро кредитных историй Если В результате Мы Придем к консенсусу Разберемся Банк пришлет мне Полноценный Достойный ответ Я возобновлю И банк Как структура Подчиняющаяся Законам нашей страны Естественно Должен В бюро кредитных историй Отправить Комментарий Если он этого не сделает Я это сделаю Все просто Бюро кредитных историй Это не механизм И там тоже работают люди Они проверят информацию Удостоверятся Что действительно Была переписка с банком И что Мы достигли консенсуса И все в кредитной истории На свои места встанет Вы что Я же еще раз повторяю Я же не плачу Не из-за того Что я Что-то там Нарушаю Я пользуюсь Своим гражданским правом Так вот Илья Иванович Ты когда Было направлено Данное письмо Было направлено Так какая вам разница Но вы все равно Вы решение Никакого принять не можете У вас нет полномочий От того Что вы там Вы добавите У себя В личную информацию Что и когда Я вам еще раз повторяю У меня в руках Уведомление о вручении Хорошо Семь дней назад Я получил Уведомление о том Что банк Мое письмо Забрал с почты Семь дней назад Я получил уведомление А то что банк Забрал письмо Это уже прошло Больше 14 дней С того момента Как банк забрал письмо Еще есть у банка 16 дней На ответ Дальше я буду думать Что банк Она пошла Свою думу думать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok